Мониторинг водных объектов Сочи на протяжении последних четырех лет проводится еженедельно. За это время удалось добиться серьезных результатов. Так только в прошлом году обследовано 3958 объектов. Нарушения санитарно-эпидемиологических норм при отведении источных вод выявлены в 497 случаях. На этих объектах пришлось вводить ограничения подачи воды, а на владельцев составлять протоколы. Незаконные сбросы фиксируются как на предприятиях, например, мойках автомобилей, так и в частных домовладениях. Большая часть нарушений связана с несанкционированным сбросом неочищенных хозяйственно-бытовых стоков в ливневую канализацию. У нас предстоит летний период и нам предстоит подготовиться к цели. Задача, которая пристает за каждым гражданином, приезжая к нам в Сочи, она носит два принципа. Первый – это, конечно, здоровитель. Мы всегда говорили о том, что черноморский побережье является таким фактором. Второй принцип – мы должны нарушить форму отдыха, которую каждый, приезжая из дальних регионов или из ближайших регионов, они хотели отдохнуть. Тифраструктура сам Сочи готов к этому. Администрация Сочи активно прокладывает новые канализационные сети, что также существенно влияет на сокращение числа нарушений. Так, в прошлом году введен в эксплуатацию новый коллектор в переулке Виноградные, что позволило устранить сбросы хозяйственно-бытовых сточных вод в ливневку от предприятий ООО «Спецтех» и ООО «Рекламное агентство «Слон». В районе санатория «Салют» МВД России отремонтирован аварийный участок ведомственной канализационной сети. Также устранены сбросы неочищенных хозяйственно-бытовых стоков ручей Верещагинский с улицы Молодогвардейской. Ликвидированы незаконные врезки канализации с территорий жилых застроек по улицам Комсомольской, Лизы Чайкиной, Кашевого в ручей Верещагинский, а также в границах улиц Политехнической и Виноградной в районе Бочарова ручья. Отремонтирован аварийный участок по улице Плеханово. В общей сложности направлено в суд 12 исков, по которым собственников обязали принудительно подключиться к централизованным сетям водоотведения. Самая напряженная ситуация пока остается в Лазаревском районе. У нас проблема начинается с Дагомыса. Во-первых, я повторю еще раз, три района, Адлер, Красная Поляна, Коста и центр Сочи, они сегодня работают на новых очистных сооружениях. И это дает хорошие качественные выпуски. Что касается, начиная с Дагомыса, то там действительно очистные сооружения еще построены в советское время. Нам надо обязательно завершить работы по строительству или реконструкции, как Андрей Анатольевич правильно сказал, реконструкции очистных сооружений. Некоторые в самой Лазаревке надо строить новые очистные сооружения. Самая, скажем, сложная ситуация сложилась в ЛАО. За это время, за три года, нам удалось, скажем, сам поселок ЛАО полностью канализовать. То есть центральную канализацию мы сделали. Новых двое очистных сооружений в Красной Поляне и в самом Адлере. Они дают самые, что ни на есть, показатели хорошие. И Бзугинские очистные сооружения, которые работают на два района, на Хостинский и на Центральный. То есть, если говорить о море и выпусках в этих районах, то мы говорим о том, и Мария Александровна это подтвердит, что здесь у нас никаких проблем нет. Также на совещании обсудили вопрос запуска очистных сооружений на полигоне в ЛАО. Заключен контракт, есть подрядная организация, уже закуплено оборудование. И в мае месяце уже будут выполнены работу по запуску очистных сооружений. И очистные сооружения канализации к Зугу, значит, в этом году мы планируем завершить обследование и приступить к завершению строительства второй очереди. Затронули и тему восстановления трубы глубоководного выпуска, которую разрушила штормом. В связи со смещением части глубоководного выпуска необходимо детальное подводное обследование с дальнейшей корректировкой проекта. После определения объемов дополнительного исследования проект будет доработан и выставлен на конкурс для заключения контракта. Инга Габешия, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.